Приветствую вас. Если вы скажете вот этому человеку, родственнику вашего парня, что вам неприятно, вот, то, скорее всего, будет такая, ну, ситуация, что он отреагирует на это, знаешь как, иронично, да? То есть он отреагирует на это, скорее всего, несерьезно, да? То есть он как бы не воспримет, может быть, всерьез то, что вот вы ему там скажете, например. Например. Вот. И мне кажется, что вряд ли вы этого хотите. Мне кажется, что вряд ли вы хотите именно этого. Поэтому, я думаю, что говорить о том, что вам неприятно, хотя, хотя, это было бы честно. Наверное, никто. Потому что, ну, это не будет искренне. Хоть я верю вам в том, что, ну, вам действительно неприятно, да? Вот. Но я думаю, что за этим, вот, за этим неприятно, есть что-то еще. За этим, может быть, какой-то страх, может быть, чувство вины, может быть, какой-то, ну, не знаю, может быть, чувство, там, стыда. Например, да? То есть, ну, по какой-то причине вы можете испытывать это чувство, чувство стыда, например. Вот. То есть, тут, условно говоря, вот, момент, он такой. То есть, то, что вам неприятно, то, что вам неприятно, это вершина айсберга. Как бы, есть что-то еще, повторюсь, есть что-то еще. И вот это вот, вот это что-то еще, оно куда более важнее, куда более важным, чем, собственно, вот, то, что вы скажете, что неприятно. И вот если вы заметите то, что есть еще, и выразите это, что-то, вот это вот что-то еще человеку, вот это уже будет искренно. И вот это уже может вполне себе претендовать на то, что на самом деле можно, там, ну, не знаю, высказать, можно, там, не знаю, сказать, там, не знаю, можно, как-то вот, ну, реализовать, да, вот. То есть, это вот действительно уже что-то похожее на реакцию. И человек, безусловно, человек, он, как мне, кажется, он не сможет не почувствовать вот то, что вы говорите, он не сможет не ощутить то, что вы говорите, он не сможет не почувствовать эмоциональности. Эмоциональности. Ваша эмоциональность, вот. И, соответственно, соответственно, вот, как бы, момент, который я вот хотел бы вам здесь вот сказать, или нести, он заключает, как раз в этом. Вот. Что... Искренность не знаю. Для примера, ну, вот, допустим, там, не знаю, там, в качестве примера. Давайте попробуем взять, например, вам неприятно, что человек, ну, говорит правородство, да, допустим. Допустим, вам неприятно, что человек, человек говорит правородство. Эээ, потому что вы боитесь, например, или не боитесь, или не хотите потерять своего парня из-за вот этих вот, эээ, ну, каких-то вот непоняток, да. Ну, между вот, вами, допустим. Ээ, ну, между вами, допустим. Допустим. вот просто боюсь потерять. И всё, это будет искренне, это будет честнее, это будет для вас, это будет тем, что, вероятно, вы чувствуете, тем, что, вероятно, вы ощущаете, вот, и это, вот, как раз, ну, более, чем ваша реакция на слова человека. Или, например, вы, там, допустим, испытываете стыд, к примеру, вам, ну, вы говорите про стыд, вы говорите про ощущение, вот, стыда, которое у вас есть, вы о нём говорите, вот, ну, высказываете, высказываете, как бы, его, что, что, вот, мне очень стыдно, когда, там, допустим, ну, ты, там, если кто-то, там, не знаю, говорит про воровство, допустим, ну, потому что, условно, там, я это не приемлемо, ну, например, ну, пример, да, я это не приемлемо, допустим, и вы, вот, об этом человеку говорите и выражаете именно это. Это, как мне кажется, ну, очень справедливо, вот, это очень искренне, и об этом вы можете сказать, но не только родственнику вашего парня, но и самому парню тоже. А, ведь, вы поймите, что, скорее всего, ваше переживание, оно, оно не персонализировано, оно не связано с персоной, которая это говорит. Может быть, конечно, и связано, я не знаю, но давайте, пока, вот, будем исходить из того, что не связано. То есть никакой персонификации нет, это чисто ваше переживание, вам нужно и поделиться так, чтобы люди были убеждены в том, что это не связано с ними, с ними, как таковыми, напрямую, изначально. Вот. И, чтобы все будет нормализовываться, при условии, если, там, человек, там, не настроен против вас, при условии, если, там, ну, я не знаю, если, там, этот родственник, да, не хочет, там, вас, ну, специально, там, дискредитировать, например. В таком случае, конечно, ничего не поделаться, тут уже совсем другая позиция, другая, ну, другая стратегия, вот, как мне кажется, по крайней мере. На этом все, я надеюсь, что помог вам, значит, если вы хотите, ну, если вы захотите в себе разобраться более полно, то обращайтесь, как бы, в индивидуальном порядке это можно сделать. Желаю вам всего самого доброго, удачи!